Ладно, ребята, так что сегодня мы будем смотреть на сбор колец. Теперь, возможно, это самое сложное гимнастическое движение, которое у нас есть в кроссфите. Это связано с кольцами, которые устойчивы по сравнению со штангой, или, извините, гимнастической штангой, которая устойчива. Это также требует большой силы тяги верхней части тела и силы нажатия плюс координации. Так что мы собираемся разрушить все настолько, насколько сможем. У нас есть джеклин, демонстрирующие движения, и то, как мы собираемся начать, это посмотреть на некоторые базовые силы, которые вам могут понадобиться. И эта основная сила действительно сделает все проще. Поэтому, когда ты применяешь технику с базовой силой, намного проще собрать вещи вместе, чем просто делать то или иное первое место. Итак, первое, что мы на самом деле собираемся сделать, мы начнем с пресса для погружения. Так что первое место будет дело. Она собирается подняться в положение отжимания. И на самом деле мы хотим увидеть, что Жаклин может делать медленные и контролируемые отжимания. Так что прекрати. Значит, мы останемся в пустом теле. У нас есть оба локтя. Они на самом деле будут указывать и двигаться назад. Так что джек будет удерживать эту позицию, спускайся медленно. А потом возвращайся и расслабься. Так что на самом деле, это первый момент, на который мы будем смотреть. Это то, что Жаклин может делать медленные и контролируемые отжимания, не теряя ни одного положения тела, чтобы достичь этого. Следующий раз джек выйдет на ринге. А мы просто посмотрим на погружение в кольцо. Мы могли бы назвать этот этап вторым из необходимых сильных сторон. Значит, джек собирается выйти на ринге. Она собирается нырнуть вниз. А затем снова нажми вверх. Она покажет еще одну. Она опустится вниз, а затем снова поднимется. Так что мы как бы назовем это второй стадией. Если ты сможешь выполнить строгое погружение в кольцо, твоя жизнь на подъемах мышц кольца будет намного проще. Потому что часто случается, что некоторые люди прибудут, они займут нижнюю позицию, и они, вы знаете, они действительно изо всех сил пытаются отжаться, и это не способствует эффективному или красивому движению. Так строго отжимайся. Отжимайся и строгий звонок. Следующее, на что мы будем смотреть, это наша тяговая способность. Первое, что мы собираемся сделать, это то, что джек просто запрыгнет на штангу для подтягивания, потому что это немного легче, и она просто заметит, что руки вытянуты, и джеки собирается подтянуться как можно выше. А потом ложись и расслабься. Так что ты там видел, что Жаклин умудрилась прикоснуться грудью к перекладине в строгом подтягивании, и эта сила тяги, очевидно, очень важна. У нас есть переход от повешения через перевод сюда, и чем больше у меня сил, тем легче это будет. Так что мы просто покажем еще раз. По сути, это строгое подтягивание честерского бара. Хорошо, сейчас мы перенесем это на кольца и сделаем то же самое. Значит, джек просто собирается вскочить, резко подтянуться. И отступи, и еще раз. И отступи. Одна вещь, которую было просто важно отметить в этом подтягивании, это то, что ты заметил, как Жаклин оставалась в том, что мы называем полым положением, когда мы проходим там. Итак, Жаклин, как мы видели, ей очень комфортно со строгим погружением в кольцо. Ей очень комфортно со строгим подтягиванием. И с этого момента мы начнем рассматривать, как мы можем перейти к технике, необходимой для кольцевой мышцы. Мы начнем с нижней части колец и с того, что джек собирается делать. Она собирается вскочить и сделать то, что мы называем качели на кольцах. Так что она, по сути, просто будет двигаться между полой аркой, полой аркой, полой аркой. И я хочу, чтобы ты заметил одну вещь, кольца на самом деле движутся. Это очень важно, чтобы кольца тоже двигались вперед и назад. Сэр, Джек может успокоить нас, если она пойдет и сделает то же самое со штангой. На штанге. Извини, гимнастический брусок. Что ты заметишь? Так это эту полую арку. Полый свод. Положение тела очень похоже. Однако, гимнастическая перекладина явно не движется, потому что она закреплена на месте. Так что это движение колец становится очень важным позже, когда мы начинаем контролировать кольца. Значит, Джек снова запрыгнет. Просто покажи нам еще раз. Просто сделай для нас пять замахов бедрами. Да, просто маленький. Так что ноги прямые. В теле нет чрезмерных углов, и Джек Клин на самом деле слегка оттягивает кольца, что дает нам угол, который нам нужен, один. Хорошо, так что это первый пункт. Наша основная кольцевая мышца качается вверх. Что сейчас произойдет, так это то, что Джек Клин добавит немного тяги к этому, так что она снова сделает качели. Потом она потянет кольца к своей груди. Она собирается оттолкнуться. Она сделает еще пару замахов. Она снова потянет. Да, так что мы просто сделаем два сета, так что нет, так что просто качели на кольце вытащили, честер ринг, качели на кольце, честер ринг. Хорошо, так что это показывает две важные вещи, которые ты можешь видеть сейчас. На самом деле все начинает становиться немного более техническим. Если вы, ребята, попробуете это упражнение дома, вы действительно обнаружите, что равновесие может быть довольно трудным, когда вы возвращаетесь в качание бедра. И это очень важно для начала, потому что, если у тебя не будет такого контроля и баланса, тебе будет довольно сложно выполнить несколько повторений. Итак, то, к чему мы сейчас перейдем, это рассмотрение перехода. Теперь, если у тебя есть эта первая базовая сила при нажатии и вытягивании, и ты также понимаешь начало качелей кип, через которые мы проходим, переход не должен быть. Это большое усилие. Ты должен иметь эту силу до конца. В сущности, то, что мы делаем, мы создаем сами. Мы вытащили кольца, и все, что мы собираемся сделать, это сесть и пройти, поэтому мы переходим из этого положения подвешивания. Как только мы прибудем сюда, мы сядем и перейдем на вершину колец. Значит, Джек просто собирается сделать три перехода. И мы хотим, чтобы переходы выглядели именно так. Это гладко. Это выглядит довольно легко, потому что Джек может тоже. Потренируйся в этом и в том, что мы делаем, сидя на вершине колец. Сейчас, однажды или в этот момент, многие люди начинают бороться, либо потому, что они не достигли хорошей позиции, либо они зашли слишком глубоко, либо они очень расстроены. Однако, сейчас мы перейдем к блокам и начнем рассматривать некоторые упражнения, которые мы сейчас хотим выполнить, чтобы выйти из кольцевой мышцы, чтобы достичь блокировки на вершине провала. Так что, как и в случае с основными кольцевыми колебаниями, это упражнение полностью посвящено технике. Так что, один из важных аспектов заключается в том, что когда люди достигают вершины своей кольцевой мускулатуры, они, если у них есть основная сила, это здорово. Но если они не знают, в каком положении им следует находиться, они двигают кольцевую мышцу. В конце это становится очень сложным. Как ты можешь видеть, мы просто построили несколько платформ для тяжелой атлетики и наделали глупого шума. Причина, по которой мы это сделали, заключается в том, что кольца изначально нестабильны. Так что создание стабильности здесь делает жизнь намного проще для практики. Потому что, по сути, ты просто двигаешься, и тебе не нужно контролировать движение колец. Чтобы ты мог видеть, что это попытка имитировать настройку кольца. Значит, Джек просто запрыгнет на вершину. Она просто сделает то, что называется поддерживающими качелями. Так что она прыгает дальше. Так что, если ты заметил, мы на самом деле делаем очень похоже на то, что мы делаем на кольцах. И мы просто чувствуем себя комфортно в этой позе качания и расслабляемся. Значит, это наши качели поддержки, Жаклин, они собираются подойти и снова выполнить качели с погружением. Очень похоже. Мы просто привыкаем к движению и этому контролю. Так что, как видишь, качнись вперед, качнись назад, качнись вперед и качнись назад. Хорошо, теперь мне нужно, чтобы ты немного использовал свое воображение здесь. И что ты должен себе представить. Или то, что ты можешь вспомнить из перехода Жаклин, это то, что когда она прибыла в переход, ее тело находилось в этом поломанном положении. Это значит, что ее ноги впереди. И с такой инерцией ноги, естественно, захотят вернуться назад. И мы собираемся использовать этот естественный импульс, чтобы помочь нам оттолкнуться и уйти с ринга. Так что Жаклин собирается теперь делать. Она собирается спуститься на дно впадины, она собирается сделать несколько качелей, и она собирается нырнуть, когда почувствует, что вес ее тела начинает увеличиваться. Хорошо, значит, это то, что мы называем кольцевым погружением для мышц. Она сделает это еще раз. И то, что ты должен начать чувствовать, просто сделай для меня качели. Это определенный момент. Видишь ли, плечо действительно снова начинает подниматься. И в тот легкий момент, когда плечо снова начинает подниматься, в этот момент невесомости мы начинаем погружаться. Очень распространенная ошибка в том, что ты увидишь, как люди уходят слишком рано, и что там происходит, так это то, что тебе приходится напрягаться, и это становится трудно. Так что просто покажи это. Если ты можешь попытаться показать один путь, ты пытаешься уйти слишком рано. И просто покажи еще раз хорошую. Хорошо. Так как ты можешь видеть сна. Первый пример Джек Линд. Она сделала это, очевидно, потому что у нее есть основная сила. Просто это было не очень эффективно. Со вторым ей было намного легче справиться. Итак, теперь у нас есть все эти компоненты. У нас есть наши кольцевые качели, у нас есть наш переход, а теперь у нас есть наши качели. Что нам нужно сделать, так это объединить все эти аспекты, чтобы завершить кольцевую мышцу. Так что мы вернемся к кольцам. Теперь то, что мы на самом деле собираемся сделать, это то, что Джек вернется к переходу. Она собирается сделать несколько глубоких качелей, скажем, три глубоких качания. И на третьем она собирается окунуться и завершить. Заключительная стадия кольцевой мышцы. Так что мы сейчас посмотрим на это. И вот теперь у нас есть наша кольцевая мышца, Джек годами работал, чтобы достичь этой стадии, и это непростой процесс, но если вы будете последовательны, это может произойти. У нас на самом деле есть базовые программы гимнастической силы и техники. Которые могут помочь тебе со всеми этими основными элементами. Теперь, когда вы, ребята, хотите начать практиковаться, моей самой большой рекомендацией было бы потренироваться в деталях по отдельности, прежде чем собирать их вместе. На самом деле, нет необходимости просто изо всех сил пытаться нарастить кольцевую мышцу. Практикуй это таким образом. Что я бы на самом деле сделал, так это усовершенствовал качели на кольце, усовершенствовал честерское кольцо, начал совершенствовать переход, усовершенствовал погружение кольца. А потом, в конце концов, когда вы все начнете собирать это вместе, вам будет очень легко, потому что вы заложили фундамент. Мы сейчас просто посмотрим, как Джек просто сделает три повторения кольцевой мышцы, и мы просто увидим, что все это сейчас собрано вместе. Субтитры facilitал Dior кольцевая мышца я просто хочу дать вам ребята последний кусочек и причина в том что для этой последней пьесы у многих людей есть сила они начали работать над техникой но они не уверены в переходе так что эта последняя пьеса только для вас ребята которые борются с этими переходами мы собираемся вернуться в конюшни и поработать там так что мы просто вернемся в блоки так что это упражнение делает нечто большее мы не должны использовать это на самом деле как укрепляющее упражнение это можно использовать как аксессуар но для людей которые строят это больше для того чтобы обрести уверенность в переходе так это называется русский дип жаклин начинает с локтей а затем бросается вперед в положение погружения а затем она может выбирать или нет если она вынырнет и отступит так потому что переход возможно является самой уникальной частью кольцевой мышцы вверх в том смысле что вы должны перейти из-под нее вверх это та часть в которой люди не чувствуют себя уверенно и поэтому разбить его и практиковать здесь отличное место для этого джек и хотел показать еще одно упражнение которое было по сути бери каждую часть того что мы только что отрепетировали и выводи на ринг да так это комплекс который жаклин использовала для того чтобы усилить свое развитие на кольцевой мышцы и то что ты увидишь в основном состоит из каждой части собранной в один комплекс так это по сути полный комплекс и как только ты начал это так это очень хорошее упражнение чтобы развить мастерство владения кольцом так что жаклин держится и у нее есть ее маленький кип большой кип теперь честерское кольцо теперь переход теперь опускай качели затем окунь и кольцо а затем качок на полном ринге так что ты можешь видеть что у нас есть полный мускулистый ринг но у нас также есть компоненты которые строят всю картину как я уже сказал у нас есть программы которые специально посвящены гимнастике ты можешь найти их на наших сайтах и на странице регистрации в разделе гимнастика мы очень надеемся что этот урок помог если у тебя есть какие-либо вопросы или комментарии размести их ниже и мы свяжемся с тобой спасибо тебе